Упал, вылетел из руки, чтобы это значило. Купила, короче, билетик за 150 рублей. Тут просто такое место, где отдыхают люди, сидят после впечатлений. Вот тут, направо-налево, выставка дипломных работ. Хочу ещё. Исторические какие-то. Ну, сейчас посмотрим, что там за тематику им предлагают на выпускные эти дипломные работы. Окошко. Тоже видите тут этот балкончик? Прикольно тут сесть и сидеть. Да, классно. Вот так вот. Классно. Питер. Питер из Академии художеств. Вид. Вот это Исаакиевский, Исаакиевский садов. Вот так вот. Ладно, пошли туда. Люди сидят, отдыхают. Пошли туда. Там, там что, тоже какие-то ребятишки. Да, классно тут. Это кто? Иоганн Баптист Лампи. Президент. Президент Академии художеств. Президентишки. Так, вот этот тоже красавчик. О-о-о-о. А мне он нравится. Раньше мы смеялись, что они какие-то толстенькие какие-то. А он прикольный. Мне он нравится. Неизвестный скульптер. Антиной братский. Ладно, поехали. Это что такое? Как будто подстаринную. Покраски какие-то слишком. Ну, неплохо, неплохо. Чтобы это всё значило. Всё, они молятся. Вот они молятся, смирились. Глазки опустили. А одна смотрит сюда. Одна хочет во Францию. Как я поехать отсюда. И в жир. А, и листой её. Взяли в семью. Взяли в семью. Да, в татарскую. А она маленько смотрит куда-то вдаль. Мечтает. Не хочет сидеть, молиться и каяться. Хочет поехать учиться куда-нибудь дизайну. И архитектуре. Так. Молитва. Ну да, если бы художница молилась, она бы так бы не стала бы рисовать. Если бы она всё время проводила бы в молитвах. Поэтому. Поэтому учитесь, мои дорогие. А не молитесь. Ну, это, наверное, у них такая повесточка сейчас. Современная. Всякая. Так, а это ещё что такое? Копия? Так. Это копия, наверное. А вот это что-то прикольное. Мне нравится. Кукольник. Да, питерские кукольники. Я их тоже знавала. Прикольно. Вот это интересненько. Вот это интересненько. Видимо, человек. Существующий персонаж. Ой, какая девочка. И котик тоже интересненько. Ну, давайте. Анастасия Николаевна. Коммунальная квартира. Интересно. Это такие жители в коммунальной квартире. Интересно. Это тоже коммунальная квартира? Она же. Прикольно. Хорошо. А вот тут краски мне нравятся. Красиво. Ну, колорит соответствует. Вот это. Это значит, типа полинера. Вот они выезжали. Плохо освещено. Видите, как плохо освещено? Как будто вот какая-то арка. Нужно... А почему такое плохое освещение? Ну, этого вообще никуда не годится. То есть такого освещения на живопись не должно быть. Ну, вот как в театре. Это называется этот... Ой, забыла. Забыла. Когда вот такой круг выхватывается. Блин. А вообще классный. Классный. Классный живописец. Кто это? Их потом надо загуглить. И... Увести за границу. Шучу. Ха-ха-ха. Из России. Так, Марокко. Марокко. У меня же родственники в Марокко. Никита Константинович Воробьев. Это он. Калютов. Классный живописи. Классный. Ого. Это он в Марокко ездил? Обалдеть. Классно. Классно написано. Мне нравится. Ну, вы запомнили, да? Короче, тут какие-то тематики. Не понимаю. А это еще что такое? Императоров расстреливают. Ну, я говорю сейчас. Это повесточка такая. Анти... Вот им дают задания, темы. Вот снимайте, как коммунисты расстреливают этих императоров. Как ребеночек плачет. Какие они все... Вот это культура. Скрепы. А эти вот сволочи. Вот они такие темы развивают. А написано красиво, да. Написано красиво. Яо Ван Цинь. Последний император. Хамид Владимирович Савкуев. Руководитель. Красиво, красиво. Эти все плачут. Молитесь и каетесь, да? Это... Клоун. Написано красиво. Мальчик очень красивый. Очень классный. Это типа ей стыдно, да? Да ничего не стыдно. Давайте их всех. Всех. Туда. Эти. Вон они. Спиногрызы. Кровопийцы. Давайте всех их грызать. Это они подделываются. Такие. У нас денежек нету. У нас ничего нету. А потом такие. Это не моя сестра. Это не моя подруга. Оборотни. А вот это нормальный. Давайте, расчищайте. Для нового мира. Прекрасно. Так. Ну, у них какие-то исторические темы. Красиво. Но такое маленько уже лубковое такое. Маминян. Покушение на императора. Что за тема? Песиков. Песиков. Руководитель песиков. Про императоров тема. Чайно. Китай. И что? Вот Китай. Красный Китай. Типа все серое и красное. И они все такие вот обозленные, недовольные. Написано здорово. Лица. Все. Но. Ха-ха. Класс. А, так это Китай? Это он учился здесь. Да, китайцы очень любят учиться в Академии Художеств. Дешево. Вот для них. Такого отделения. Класс. Класс. Ну, это именно выпускные такие темы дают. Так, это кто? Помер? Помирает? С работы пришла. Устала. И девочка. Не кормлена. И не это. Капитализм называется. Это вот русская женщина. Пришла с работы ночной. И снова на ночную работу скоро пойдет. Или болеет. Умирает уже от переработки. Вот крест. Тоже молитесь и кайтесь. Да, отец. Так это отец. Это мужчина. А, ну да, похож. Умирает, да? Ну, тем более. О, это вообще. Так, устанковать. Либо он умирает. Либо... А, красный. А, красный. Это тоже историческое. Видите? Красная звездочка. Но крестик. То есть такое раздвоение. Да? Когнитивный диссонанс. Ну да, есть над чем поразмышлять. Какая-то очень блестящая нынче живопись. Наверное, со временем она как-то масло впитается. Ой, вот это тоже красиво. Но это тоже, наверное, китайский. О, вот то мне нравится. Очень красивая колористика. Так, это Фанжи. Джуйдань. Невеста. Ну да, вот, пожалуйста, экономический брак. Невеста. Императорса. А это ее, наверное, тайный. Поклонник. Видите, плачет. Бедняжка. Вот так вот. Или кто? Да, и цветочек у него, бедняжка. А она, это как зомби, ее повели. Тоже за корову. У этой коровы, у того коза. Дворец. И вот надо это. Их совместить. Для выгоды всеобщей. А этот, который ее любит, вот страдает. Аж в глазки опухли. Бедняжка маленький. Не страдай. Найдешь себе такую же красавицу, как я. Да. Да, красиво, живопись. Ах, сейчас. Так, вот это мне... Ой. Вот это мне нравится. Колористика. Такие цвета. Обалденные. Вот освещение ужасное. Вот этот фонарь не работает посередине. Вот это какая-то фигня. Но вот это еще рассеянный. А там-то вообще как луч. Да, освещение не годится никуда. Вот это очень красиво. Ребятишки так прописаны. Это как темпера, что ли. Матовая такая. Мне нравится. Верблюжоночек. А это вот что-то это. Красиво, красиво. Немножко декоративно. Но все-таки воздух, пространство есть. Интересно, да. Древний нам кем-рассажут. Короче, они китайцы. Ну, ребята, я вам скажу, что учиться в Академии художеств 7 лет, 5. Это надо очень много денежек. Денежки есть у китайцев, мои дорогие. У русского человека, российского, талантливого, который хочет учиться. Денежек нету. Так что вы тут думаете. Видите, теперь будут у нас талантливейшие, известнейшие художники-китайцы, которые получили образование в России. А, да-да-да. Ну, это просто великолепие. Красота. Мне нравится. Декоративность в этом есть. Книжная такая графика. Тоже невеста скрытая. Под этим, по-палетителю. Не, ну парнишка-то красивая. Невеста, что, нормальная невеста, хоть ему досталось. Парнишка-то вообще улет. Себя рисовал художник. Это тоже такое. Ну, это я не знаю. Ну, вот она. Это, наверное, русская Елена Олега. Лук-то решена ленинградская симфония. Ага, это про ленинград, про блокаду. Ну, что-то как-то... Что-то как-то не знаю. Не знаю. Это вот, это, вот это больше похоже на современное. Это девушка похожа на современную девушку. Её взгляд, вот как. Сейчас бы вот девушка сидела где-нибудь и думала, а какое у меня будущее. Это вот современная девушка, которая хочет учиться. Но у неё тоже нету денежек. На блокаду это не похоже. Это похоже на сейчас. Что сейчас в мире происходит. Вот она сидит. Приехала из, не знаю, там... Какого-то сибирского города. Денег у неё нету на съёмку квартиры. Учиться хочется. На скрипку такую, на скрипку сейчас денег вообще не будет. Да вы знаете, сколько скрипка стоит? Какая скрипка должна быть? И вот на такую денежек не будет. А это всё, видите, советское государство предоставило. Но это всё сюжет выдуманный, конечно. Выдуманный сюжетец. Такая вот сценка. Но не верю. Что называется, не верю. Это вот сейчас сидит и думает продавать мне свою скрипку, купленную в кредит по 30% перекредитовавшись. Гришина. Холк маслом. Ладно. Так, вот это ещё я не посмотрела, да? Вот это вот что-то тут такое интересное. Давай ещё посмотрим. Волошина. Мастерская. Что это значит? Мастерская. Мастерская. Ну это такое пухленькое. У неё есть денежки на покушать. У неё есть. Или от голода пухнет. Шучу. Мастерская. Ну, красиво, интересно. Да, интересно, красиво. Интересно. Опять, очень плохое освещение вот это. Оно как бы точечное, как лучом. А должно быть более рассеянное. Видите, и бликует, и вообще, я не знаю, как они, как они так художнички. Художнички. Вы чё? Вы чё тут натворили? Ну, не художники, а кто вот это всё денежки куда-то? Куда денежки? Где денежки на освещение нормально? Так, очень красивая тётенька. О! Такое, да? Индейцы, да? Тоже попугаи и индейцы. Их души, да, этих попугаев. Сельва в огне. То есть, понимаете, испанец приехал какой-то, не бедный, и выучился. У него была возможность выучиться. Красиво, красиво, неплохо, неплохо. Да, испанец красиво. Так что... А вот наших, видите, чё с нашими делают? Наши вот что делают. Вот их заставляют. Такая тематика. Наших, да. Что она получилась? Понимаю. Капитры. О! Иконопись. Иконопись. Ну, красиво, красиво. Художник хороший. Копия. А, копия. Не, копия, да, интересно, интересно. Копия тоже, это непростое дело копию сделать. Но... Молодец тоже. Копия это такое. Интересненько. Это реставрация, это денежки, это хорошие денежки. И подделка картин. Так, сейчас ещё туда пройдём и обратно. Тут тоже всякие вот это вот. с Верой связано, с реставрацией, Верой. Но это красиво, красиво. Это графика, это цвета. Тоже, тоже всё это красиво. И это, как это, такое мастерство, которое им, художничкам, пригодится. Давайте посмотрим, кто у нас будет богатенький художничек. Барахтина Анастасия Алексеевна. Молодец, молодец. Оп, с кусковой области какой-то собор строится, да, и там вот такое. Молодец Анастасия, тёска. А это Павел тоже, не дурачок. Павел взял себе вот такие проекты. Да, денежек много заработает. Молодец, хороший художничек. Так, а что тут у нас? Давайте ещё глянем на мост лейтенанта Шмидта. Так, ваа, красота какая. Жалко, окна грязные. Так, видите, какая красота. А, как. Фонарики, там верфи. Ой, как красиво. И фонарики, видите, разноплановость какая. А, какая красота. Красота невероятная. Сейчас пойдём купаться, говорю, кататься на трамвайчиках. Да, Питер, это вообще, это вообще супер. Так, ну и это вот, это мне тоже нравится. Художник хороший. Интересный. Вот, очень мне нравится тоже. Так, а это кто у нас? Люсине. О, молодец. Аванесовна Туманян. Армянка. Супер, молодец. Калюта, руководитель. Красиво. Ну, это мне нравится. Это вот отражение сегодняшнего дня. Да, вот она, может быть, таких увидела, ребят. И как бы это актуальные рисунки. Вот такие полуразрушенные там какие-то храмы. Наверное, это армянские храмы. Что тут написано? Ничего не написано. Ну, написали бы какую-то эту преамбулу, прелюдию. Миф, история. Да, здорово. Христианские. Похоже на армянские такие христианские храмы. У них же самые древние, тоже культура древние. Тут купол такой красивый, смотрите. Там он чем-то накрыт, чтобы, видимо, стекла не упали. Деревянные, да. Там очень красиво. Вот видите, какой высокий зал. И здесь еще посмотрим. Это тоже копии какие-то. Копии тоже молодцы. Делайте, будете мастерами. Так, а это что? Про открыватели челюскинцев. Так, к Южному полюсу. Да, молодец. Инна Александровна Куницына. Какая красивая, да? Куницына-Лисицына. Фамилия Инна Александровна. А я, кстати, Анастасия Александровна. К Южному полюсу. Ну, вот это, да, это интересно. Это интересно. Это вот исторически вот такие моменты. Интересно. Интересно. Так, хорошо. Это матрос... А-а-а. Курск, что ли, в подводной лодке? Курск, да. Видите, как я угадала. Алексей Александрович Шашин. О, Господи. У меня... Ну, у папы была жена... Ну, нормальная такая, давно, до второй, до другой жены. И у неё была подруга и её муж. Вот, один из них. И я их помню, и этого парня помню. Очень высокий, красивый парень. Интересно. Интересно. Она использовала... Ой, прошу прощения. Алексей Шашин использовал ли... А я помню его. Красивый. Использовал ли он документальные фотографии вот этих персонажей-людей. На этого похож, кстати. Я не помню фамилию, а потом вспомню. И вот он тоже погиб там. Курск. Так. Ладно, пошли дальше. Так, ещё вот сюда глянем. Какая красота. Красота. Ой, тут аж разворачивается. Ну-ка. И на разворот. Да. Не, ну, конечно. Ой, что-то его же заносит. О-о-о. Давай, газку-то вперёд поддавай. Что с тебя отнесёт вообще на этот, на мост? Так, что-то не очень это разворачивается. Я бы что-то не хотела бы. Давай, газку поддавай. Тут же ещё течение. Давай, давай, газку вперёд. Страшно как-то. Всё в каких-то лесах. Очень страшно, конечно, Питер. Что-то выглядит. Что-то я даже разочаровала. У нас Феникс, Исакиская площадь. Да. А сейчас посмотрим, что это у нас. Обретение Священного Грома. Что-то вообще не понимаю, зачем это всё. Что за тематика такая. Крайля Священного Грома. Крайля Священного Грома. Так, скульптура. Трагедия Эдипа. Ну, Ренат Ирекович Давлетшин. Так что я вам скажу одно. Что сейчас в Академии Художеств могут учиться только очень богатенькие. Очень богатенькие. И им, видите, вот такие повесточку тоже. Выбирают. Хаус. Ну, вот это интересно. Это надо подумать. Хаус тут. Это интересно. Только не знаю я. Не чувствую. Не знаю. Надо это читать. Художники мои любимые. Вы читайте. Не только вот вам дали задание. И вы прочли фауст. Вообще, чтобы вникнуть в художественное произведение, надо знать историю литературы. Ай. В смысле, литературу много-много. Надо много читать. Много-много читать. Это как вот театрально. Даже актеру нужно очень много знать и режиссеру. Нужно быть начитанным, насмотренным, чтобы потом вот писать это жанровые такие. Не просто отражение времени, а вот исторические, чтобы писать какие-то темы. Нужно много-много читать. Историю, литературу. Все. Как режиссеру. Это вы художники. Вы режиссеры своего маленького произведения. Режиссеру знаете, как много? Нужно узнать. Не только композиции. Композицию. Но много-много-много всего нужно знать и понимать. О, там уже что-то посовременнее. Сейчас пойдем туда. Тушу какую-то маленькую. Глубок, глубок, по-моему. Сейчас глянем. Рояль. Вот. Мне такой зал нравится. Хочу зал такой. Во Франции только. Не в России. Не в России. Это этот... Геракл, да? Геракл. Мы тоже рисовали. Можно тут рисовать, сидеть. Художники. Ну, вот это что-то уже манерность какая-то. Модное, что-то модное. Давайте посмотрим, как называется сие произведения. Субкультура какая-то, да? Типа вот такое, да? Куда-то они лезут. Лезут. Не знаю. Красный флажок. Вот тут лифчик и попа. Ну, какая-то жанра. Такая это... Тоже субкультура. И тут хипстеры, да? Будущие деревни. Какие-то они все жирненькие. Мне кажется, там не такие все жирненькие. Там. Так. Шаляпина. Памятник о Шаляпина. Ну, тоже про Шаляпина тоже надо почитать, поуздавать. Как бы повнимательнее. Что-то много вот этого художника. Кто это? Такое-то, знаете, можно вот... Ну, тут смотрите, ростовые куклы. Куклята ростовые, да? Наша темка. Ой, это я секреты какие-то раскрываю. Костюмы. Да, ряженые. Так, ну что же хотел сказать. Автор, лунная затмень. Это кто? Этот. Юмора не вижу. Не знаю. Не знаю. Ну, давайте подумаем. Русский ковчег. Андрей Андреевский. Да ну нафиг такой ковчег. Каждый тварь и по паре. Вот красивые эти вот мне понравились. Ростовые куклы мне понравились. Маскоты. Эти ребята классные. Вот ему надо это. Эскизы для ростовых кукол делать. Очень художественный. Молодец. Молодец. Это вот тоже, я так понимаю, все. Русский ковчег. Париж? Нет, Париж. Это он, ну, богатенький, да, тоже, видимо, если в Париже побывал. Или он не бывал в Париже. Графика интересная. Пистово. Ну-ка, ну-ка. Или это другой? А сейчас это другой, наверное. Ну вот нет, тут что-то в этом есть. Да, вот капиталист какой-то стоит, рабочий моряк. Да, в этом что-то есть. Этот ноги на стол, шхонка. Следователь. Вот это классная штука. Вот это мне нравится, да? Классный. А, альбом. Вот это интересный, это другой. Ярослав Олегович Гурьев. По мотивам Романа Толстого. Гиперболоид. О, это я лайк. Обожаю этот гиперболоид. О, тебе лайк, Гурьев. Ярослав Олегович. Прекрасно. Ну, выбрал, прочитал же. Выбрал такую тематику. Интересно. Классно. Молодец, Гурьев. Ярославушка. Ты где, откуда, из каких... Откуда у тебя денежки на обучение и жизнь, пока ты учишься в Академии художеств? Молодец. Ну, только мрачновато все. Это какие-то американские какие-то эти кино. Нету мечты. Полетов этого. Образа будущего. Или что? Или она уже разрушилась? Ну, да. Такие моменты. А это-то кто? Ну, под вопросиком, да. Молодец, конечно, тематику классную взял. Но будем думать. Так, вот это что? Так, грехи. Валерия Валерьевна Харитонова. Грехи, грехи. Красный змей. Ну, это уже какая-то пропаганда, да. В красной какой-то этой крови. Крысы, демоны. Да, это вас напугают. Демонами сейчас запугают. Вообще написано, классно сделано, но... пропагандистское такое. А это что? Хотя, нужно думать. Вот она, какие-то машины. Да? Машины над человеком. А сделано классно, да. Тут что-то. Ну, ладно. О, китайцы. Цирк. 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 Это... Ну, вот я говорю, у китайцев есть денежки, да, на это дело. Цирк. Интересно, интересно. Цирк это интересно. Цирк интересный. Да, молодец. Надо же. Ну, выучился, да? Чё он там? Почти без трусов. Так, это что? Александра. Чё-то может предизвинить. Фомина Александра Александровна. Молосерия Станковых Лисов. Поваренная книга. Тоже интересный. Вот это мне... Вот минимализм. Вот это интересно, да. Это интересно. Давайте оттуда. То есть... Нормально я выгляжу? Не знаю. Уехала из... Там... Ну, там-то 40, здесь 28. Ладно. И вот гаражи. Так. Поехали дальше. Споржа. Тут что-то есть. Да, поваренная книга. Да, в этом что-то есть. Минимализм. Это вот европейский такой стиль. Так, это что? Вершина. Молод... Молодцова. Ну, тоже что-то в этом есть. Копейка. Евгения Георгий Ивна Гольдина. Копейка. 1970. Цирк, да, цирк. Тут тоже всё. Вот если красная, значит, какая-то свиньи. Эти, значит, красная. Коричневая. Что это такое? Что это здесь безобразие такое? Так, Анастасия Алексеевна Барахтина. Пир королей. Эскиз росписью для Дома культуры ГЭС-2 в Москве. Пир королей. Что-то я не поняла, что это всё значит. Каких королей. Как это всё страшно. Это этих олигархиков, что ли, Пир? Она на корпоративках побывала, как я. Да. Только надо было не красное, а какой-нибудь другой. Красный мой любимый цвет. Пурпурный. Вот тоже. Какие-то мишки Маша и медведь. Мишки. Апельсины. Это мальчик наверняка. Потому что такое... Так, вот мальчик. Вот, сейчас. А, сейчас мы узнаем, мальчик это или не мальчик. Типа ужасы такие. Ужастики. А, нет. Женщина Лариса Александровна Шелиховская. Может быть, Шелиховская, может быть. Сказки. Сказки. Современные сказки. Ну что же, интересно. Да, интересно. Современные сказки. Да, такие. Ах, вот тут окошко. Ах, вот тут окошко. Ах, вот тут окошко. Ой, палец опять. Палец. Вау. Так, что тут у нас? Ммм, какая-то заброшенная. Ага. Заброшка какая-то. Заброшка, запустение, привидение. Зима. Анастасия Дмитриевна Вакорина. Вакорина. Ну, от будущей, да? Художники. Так. Уже не юные. Это 5 лет. Ну, да, в принципе, там на сколько поступили. Так, это что у нас? А, Рэй Брэдбери. Марсианские хроники. Тоже интересно. Тут хорошая тема. Ну, ребята, художники. Читайте много-много-много. Сейчас у художников такое-то. У художников говорят, что они глупенькие. Рэй Брактёр. А вы должны быть умненькие. Поэтому читайте, читайте, читайте. Не только то, что вы выбрали по заданиям сделать. Ну, вот это что-то такое образно. Да. Больше метафор. Больше. Ну, метафоры тоже это манипулятивные, да? О! Молодцы. Вот этот парень. Молодец. Он знает, куда он идёт. А эти уже не знают. Собачка знает. Так, вот это кто? Понятно. Ааа. Ладно. Это что? Молитва. Мелих гюмш чай. Молитва опять. Опять молитва. Это где он? Ааа. Какое-то бедствие. Угу. И опять молитва. Я не знаю. Чё там? Чё они вообще молятся? Я не понимаю. Тут странная какая-то композиция. Рука. Скоро. Что это может у вас там есть? А шо он там сжимает? Не понимаю. И он ждёт. А девочка эта, это его парня ждёт. Там девочка с бабушкой. Кто художник? А, вот. У Вайдань. Дорога. У Вэйдань. Вэйдань. А что это за фрагменты? Тоже китайцы? Ну, неплохо, неплохо. Что-то в этом есть. Гуся-то тут и тут. Тут-тут-тут-тут. Дорога. Ну да, только вот у этого парня всё. Дорога в голове выстраивается. Ну, не факт, да? Так, смотрим дальше. Какие-то архитектурные проекты. Музей китов в Териберке. Териберке. Анастасия. Анастасия. Французский и во Францию. Да, чё-то... Чё-то как-то немножко отмазки и не... Блин, плохо. Это всё очень плохо, я вам скажу. Не свежо, не ново. В этом, может быть, что-то и есть. В этом что-то есть. Вот в этом есть современность некая. Вот в этом, типа... Такие экосистемы, да? Так, что это? СПА-комплекс составит уроду за... Горской гавани. Ладно, под вопросиком. Так, это что? Так, Николай. Так, это что? Культ... Культ девочки. Тятенька только нормальный, да? Эти сумасшедшие все. Кшизики, алкаши. Девочку поставили на штурчик. Воспоминали Анастасию. Креулина. Ну, вот этот, может, классный, да? Конечно, он пострадал от этого всего. А этот, на кого смотрит, на вот этого, на сына? Похож, да? Да, отец. Похож. Так. И вот... Вот это да. Вот это да. Вот это да. Вот это монументальная скульптура. Ой-ой-ой. 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 Давай, поехали дальше. Вау! Вот эти вот церкви. Это жесть. 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 Вы хотите строить церкви или ретро-реставрация? А, реставрация. Никола. Сыря в Гожиде. Новая... А, реставрация, все. Да. Да-да-да, реставрация нормальная. Реставрируйте, ребятушки. Вперед. Так, это что? Комплекс Крематория у Колумбария на Кадонежском мастре. Крематория. Ну вот это денежная тема, да. Крематорий. Это церковь и крематорий. Да, ну это что, мастерская? Давайте заглянем. Вау! Мастерская. Вот там какие-то тоже эти работы. Ой, тут так прохладно, так прикольно. А там еще... Это там, чтобы монументальную живопись туда... Видите, как это, мансарда, не мансарда. Чтобы туда залезть и сверху смотреть монументальные. Видите, какие огромные станки. Не станки, а эти. И вот туда вот забираются художнички. Сверху смотрят. Потому что, ну, как бы в пропорциях. Чтобы понять. Да, классно. Класс. Да, что-то я тут задержалась. Ладно. Ну, я, в общем, все посмотрела. Я все поняла. Вот это что? Посмотрим. Татьяна Кузьмина Валерьевна. Городской бестиарий. А что такое бестиарий? Что-то бестиарий, бестиарий. Городской бестиарий. Ну, это какие-то фантазии, да? Или что? А, современность. Что-то как-то грустненько, да. Все неприятное у меня, конечно. Страшное впечатление. Китайцы. Китайцы впереди. Пока что. Это, конечно, страшно. Но это аж плохо. Современная, да, действительно. Цирк. 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 Ну, цирк тоже немножко такой вот... Ну, не пошлое такое. Ну, такое тривиальненькое такое. Вот это ростовые куклы, вы помните, да? Ростовые куклы сейчас. Маскоты. Маскотики. Ладно, пошли дальше гулять, танцевать. Подходит к концу нашей экскурсии в Академии искусств. Такая красивая Академия искусств. Там дворик красивый. Мы с вами пойдем дальше гулять по Питеру. По мостам, по рекам и каналам в трамвайчиках. Трамвайный день продолжается. Вот, пока Академия художеств. Там окошко. Горка красивая. А, это стекла-то старинные. Видите, как поживились. А, стекла старинные. Красивая жилипись. Прямо. Все. Пока. Ну и вот Академия художеств с набережной. Вот наши сфинксы. Мост лейтенанта Шмидта, но я потом туда пойду, в ту часть. Сфинксы, которых вы видели с Академией художеств. Немножко против света. Это я. Питер. Сейчас пойду туда. Питер. Ну, красиво Питер. Красивый. Красивый Питер. Не очень мне понравились тенденции, тематика дипломных работ. Ну, понятно, это все. Такая это демагогия, пропаганда, не знаю. Повесточка, повесточка. Там чувствуется, чувствуется такое. Молодцы, ребята, художники. Кому повезло учиться в Академии. Особенно китайцам повезло. Вот. Ну что, Питер очень много, конечно, что реставрируется. В плохом состоянии. Такое себе. Ну, а так он очень красивый. Да, пока еще остались некоторые достопримечательности. Дома. Улицы. Все любим. Но. Ну, такая вот тут вам красота. Какие-то прогулочные катера тоже. Ну, в Питере много чего надо смотреть, показывать. Там еще и Эрмитаж. Вон он у нас, Эрмитаж. Вон там. Ой. Вот он, Эрмитаж. Он огромный. Там красиво тоже. Да полно красивых мест в Питере. Ой. Ой-ой-ой. У меня еще там бумажка, мусор. Ладно. Поцелуйчики вам. Обнимашки из Питера. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, что вы хотите. Давайте дружить будем. Сообщество, сообщество. Скоро обратно поеду в Нарву, в Эстонию, потом в Лион. Наверное, также через Турцию, через Анталию. Мне нравится через Анталию. Чего я там приезжаю, покупаюсь. По Чилю. Помедитирую, покупаюсь в море. Всех вас лав. Лав тысячу раз в день. Смотрите все мои видео. Тысячу видео в день. И мы в Питере, мои дорогуши. Вот моя Академия Художеств, в которой я хотела так учиться. Ну, такова Сэлеви. Да, мы сейчас еще на пароходике поедем. Ну, или завтра, в другой день. Послезавтра. Пока. Продолжение следует.